Инспирие И все же в последнее время один напряженный день сменял другой, и каждое утро он просыпался с гудящей головой и болью. Не чувствовал себя отдохнувшим, как следовало бы после ночи сна. Все мускулы были напряжены, все тело казалось закостеневшим. Со стоном, встав, гусеницу прошлепал на кухню. Там приготовил себе целую колбу кофе. Каждое утро он готовил свежий, очень крепкий, и пил его весь день, частенько готовя себе добавку во второй половине дня. Кофе помогал ему сохранять остроту ума, помогал видеть закономерности. Все дело было в закономерностях, в схемах и взаимосвязях, лежащих в основе тех или иных событий, на первый взгляд никак не связанных между собой. Прикребывая кофе из чашки, гусеница уставился в окно на задний двор. Некоторые цветы в саду уже увидали. Нахмурился собственному отражению в оконном стекле. Расположился он так, что цветы почти венчали его полупрозрачное отражение. Венец из умирающих цветов. При виде своей болезненной физиономии гусеница лишь хмыкнул, пригладил рукой жидкие каштановые волосы. И хотя ему скоро должно было стукнуть сорок пять, он всегда думал, что выглядит моложе. Но стресс от его ежедневных занятий уже начинал сказываться на нем. Вид у него был бледный и усталый. И стоило бы побриться. Выйдя из кухни, гусеница направился к своему письменному столу. Положил перед собой листок бумаги и только потом поставил на него чашку, чтобы избежать кофейных пятен. Потом включил лэптоп и с головой нырнул в сеть. Вот как он с недавних пор думал об этом. Не как об открытии сайтов или чтении новостных лент. Из-за таких вот жалких формулировок его ежедневные занятия выглядели бы праздным времяпрепровождением. Борьба была суматошной и интенсивной. И каждый день она принимала новые формы. Если просто читать новости, то никогда на самом деле не получишь реального представления, что происходит. В таком случае ты лишь один из общей массы. Бессловесная овца. Человек, которых он сам и остальные стражи обычно предпочитали называть сонными алисами. Нет. Чтобы реально понять, что происходит, нужно нырнуть в самую глубину. Всем телом. Всем разумом. Проплыть сквозь все имеющиеся в сети данные. Отсеивая правду от лжи. Реальность от иллюзий. Единственный щелчок мыши и на экране открылись многочисленные браузерные окна. Твиттер, Фейсбук. 21 марта 2022 года. Деятельность социальных сетей Инстаграм и Фейсбук, принадлежащих компаниям Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы Экстремистской и запрещена на территории России. Примечание редакции. Нью-Йорк Таймс, СНН, Фокс Ньюз, ТМЗ, Пипл. С этого обычно и начинаешь. Отсюда уже ощупью находишь свой путь во всех этих информационных миазмах. Первым делом самое главное. Залогинившись на форуме стражей, Гусеница быстро просмотрел несколько постов, появившихся с тех пор, как он был здесь последний раз. Вышел он с сайта около трех часов ночи, а сейчас было девять утра. Как-никак уже шесть часов прошла целая вечность. А жизнь на форуме била ключом. Гусеница любил заходить туда каждое утро. Он не воевал в этой войне в одиночку. Они были командой. Вообще-то даже армией, с сотнями солдат, обшаривающих сеть 24 часа в сутки в поисках разведданных, всего, что выделяется из общего ряда. Выискивающих закономерности. Выскочила новая ветка, в которой обсуждали землетрясение в Пуэрто-Рико, вызвавшее отключение электроэнергии. Кое-кто из стражей уже высказывал бредовые идеи, будто и само по себе землетрясение устроило тайное клика, правящее миром, при помощи каких-то секретных технологий. Гусеница лишь закатил глаза. Как будто природные катастрофы не происходили и в доисторические времена. А вот отключение электричества — дело совсем другое. Как будто так вот, запросто, можно оставить без света целый остров. Один из участников форума успел выяснить, что поставщиком электроэнергии в Пуэрто-Рико является Пуэрто-Риканское энергетическое управление, которое в 2018 году было приватизировано. Кто владелец? Кому выгодно отключение электроэнергии? Иногда задавать вопросы гораздо важнее, чем на них отвечать. Ага, вот это уже интересно. Новый комментарий в ветке, посвященной раскрытым агентам. Никому неизвестно, кто именно входит в эту теневую группу, контролирующую все и вся, круг. Они сохраняют полную анонимность, обделывая свои делишки посредством фиктивных корпораций, привлекая сотни агентов. Но у стражей уже имелся список возможных агентов, работающих на клику, с различной степенью вероятности. Губернатор штата Юта точно был агентом, равно как и заместитель главного прокурора Соединенных Штатов. Двое судей Верховного Суда тоже почти наверняка были агентами, что гарантировало полнейшее могущество клики, благодаря принимаемым ими решениям. Хотя частенько было трудно понять, кто агент, а кто лишь объект манипуляций круга, действующего двумя своими главными видами оружия, имя которым — подкуп и шантаж. Это бесило гусеницу больше всего. Каждый день мужчины и женщины продавали интересы человечества только лишь по причине собственной жадности или слабости. Он знал, что если когда-нибудь круг доберется до него, он рассмеется им прямо в лицо. И неважно, сколько они предложат. И стражи отнюдь не были настолько уж беспомощны. Они могли пригрозить этим агентам и их сообщникам, бомбардируя тех сообщениями по электронной почте и в мессенджерах, заваливая телефонными звонками, они могли дать тем понять, что кто-то видит их насквозь. Новый пост касался некой Софии Лопес. София Лопес предположительно была матерью одиннадцатилетнего мальчишки, которого застрелил владелец какого-то ранчо, после того, как ошибочно решил, будто парнишка держит в руках ствол. Просто-таки кошмарная история. Пока, как следует, не присмотришься к фактам. Фото мальчишки циркулировало по всем средствам массовой информации. И как раз один из стражей засек, что ребенок очень похож на того, что фигурировал в рекламе сухих завтраков двухгодичной давности. Похож? Да если как следует присмотреться, то совершенно ясно. Это определенно тот самый мальчишка. И фамилия этого юного актера была Лопес? Нет, конечно же. Как только мы это обратили внимание, множество дополнительных деталек головоломки сразу встали на место. Фото ранчо в Таймс было явно отфотошоплено. Часть тени дерева там вырезана. И владелец этого ранчо как раз вовсю судился не с кем-то там, а с федеральным правительством, касательно изданных тем недавно решений, ограничивающих ему доступ к местному источнику воды. Стоит задать вопрос номер один, кому выгодно, как ответ сразу становится виден невооруженным глазом. Да и с Софией Лопес такая же убитая горем мать, как из гусеницы балерина. Она явно из агентов круга. И кто-то уже только что нарыл ее адрес, телефонный номер и имейл, и выложил все это в ветку о раскрытых агентах. Гусеница встал и прошелся по дому, чувствуя нарастающий гнев. Все это даже еще хуже, чем обычно. Круг и его агенты цинично использовали то, что связывает всех людей без исключения. Способность к сопереживанию. Кто не посочувствует боли горюющей матери? Кто не прослезится при мысли об этом славном улыбчивом мальчишке, получившем пулю? И сколько же эта тварь получила за свои крокодилы, его слезы? Наверняка побольше бабла, чем гусеница видел за всю свою жизнь. Он пошел в гараж, бросил взгляд на стволы в шкафу. Получил их только на прошлой неделе, и при их виде сразу поднялось настроение. Вернувшись к лаптопу, гусеница залогинился на сайте, позволяющем отправлять имейлы с временных адресов. Создал новый адрес, и на темные просторы сети улетела вереница букв и цифр, которую никогда не отследить обратно к нему. Щелкнув на кнопке «Создать», он на секунду задумался, чтобы такого написать. Никаких завуалированных намеков. Сплошь за главными буквами. «Мы знаем, где ты живешь!» Она сразу все поймет. Открыв просмотр улиц на гугл-картах, гусеница нашел адрес Софии и сделал скриншот. Отличный крупный план дома этой суки. Прицепил его к письму и отправил на имейл, указанный на форуме. Другие стражи сделают то же самое. Начнут звонить и пугать ее, и она сразу поймет, что не стоило брать деньги, предложенные кликой. Гусеница довольно улыбнулся. Некогда он почти привык чувствовать себя беспомощным. Всю жизнь его дергали за ниточки, невидимые кукловоды, над которыми у него не было власти. Но, вступив в ряды стражей, он вернул себе эту власть. Переключившись на YouTube, гусеница просмотрел 35-минутное видео одного из самых популярных стражей, который в подробностях обрисовал, как именно утробные плоды после абортов становятся кормом для скота во Флориде. И несколько раз повторил, что его зрители не обязаны безоговорочно ему верить. Им следует провести свои собственные изыскания. Это было то, что гусенице больше всего нравилось в стражах. В отличие от средств массовой информации и политиков, никто из них не настаивал на собственной монополии в области знаний и практического опыта. Знание было повсюду. Все, что тебе остается сделать, это внимательно наблюдать и проводить свои собственные изыскания. И первонаперво доверять самому себе. Вот так-то стражи и защищали себя. Они знали, как непреложный факт, что на их форумах и чатах у круга есть свои люди, маскирующиеся под стражей. Но эти уроды не могли ничего поделать, поскольку стражи были обучены проводить свои собственные расследования и никогда не принимали на веру, сказанного другими. Тут его внимание привлек заголовок на Fox News. На недавней пресс-конференции начальник Нью-Йоркского управления полиции высоко оценил усилия своих сотрудников, которые арестовали 11 подозреваемых в ходе облавы на наркоторговцев Куинсе. — Угадайте сходу, дамы и господа. Сколько, согласно отчетам, было арестовано днем ранее? — Верно, девять. Шеф полиции просто ненамеренно оговорился? Или это была оговорка по Фрейду, признающая то, о чем гусеница вчера объявил на форуме? Что арестовали они более девяти человек, и что часть задержанных попросту исчезла? Это подобно наркотическому приходу. Когда все со щелчком встает на свое место. Такое не каждый день случается. Иногда ты просто громоздишь друг на друга вопросы без ответа, ни к чему не подходящие детальки, головоломки из миллиарда деталек. Но тут вдруг факт сходится с теорией, и два вроде несвязанных друг с другом события крепко сцепляются с третьим, создавая единое целое. И в этот момент ты в одну секунду понимаешь, как все устроено. Видишь заводской чертеж нашей прогнившей насквозь цивилизации. И понимаешь, каким именно образом крошечная кучка людей ухитряется манипулировать абсолютно всем, управлять жизнями всех, живущих в этой стране, вылепливать на свой лад события мирового масштаба. Все становится ясно, как день. Субтитры создавал DimaTorzok